Здравствуйте! События вторника, 26 мая, расскажут наши корреспонденты и я, Олег Соловкин. В эфире «Время Одессы». Вот главная тема выпуска. Они стоят на страже кордона, в том числе в зоне АТО. Одесских пограничников наградили накануне профессионального праздника. Очень-очень много наших ребят сейчас непосредственно линит соприкосновения. Многим много чего довелось пережить в этой жизни. Без европейцев и россиян. В курортный сезон в Одессу приедут в основном украинцы. Мы смогли переориентироваться. Все-таки кризис – это всегда еще время возможностей. Стрит-арт-фестиваль в Одессе. На лонжероне появится огромная мозаика из цветного стекла. В процессе работы над панно каждую подобранную деталь необходимо тщательно обработать. Об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. Итак, ищут подрывника. Одесское областное управление СБУ разыскивает Владислава Рыжеванова. Его подозревают в совершении терактов. По данным спецслужбы, 46-летний одессит входил в состав диверсионной группировки, которая причастна к организации 17-ти взрывов в волонтерских центрах и вблизи мест массового скопления людей. По данным гражданских активистов, подозреваемый работал в порту. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Владислава Рыжеванова, просят звонить по телефону 725-33-23. Очередное заседание по делу 2 мая назначено на ближайшую пятницу, 29 число. Малиновский районный суд, который занимался этим делом, пытался отправить его на доработку, но апелляция вернула материалы служителям Фемиды. Отмечу, генеральная прокуратура направила в суд уже три уголовных производства. На скамье подсудимых 23 человека, еще 13 в розыске. Кроме того, продолжается расследование возможной халатности должностных лиц службы по чрезвычайным ситуациям. Пожарные появились на Куликовом поле спустя 40 минут после поступления первых звонков. Напомню, в результате столкновений 2 мая прошлого года в Одессе погибли 48 человек. Из них 34 непосредственно в Доме профсоюзов. Скандальное казино на улице Дерибасовской, в котором избили активистов правого сектора, оштрафовали. Приморский районный суд признал владельца нелегального заведения виновным в занятии горным бизнесом и обязал его заплатить государству 170 тысяч гривен. При этом все игорное оборудование конфискуют. Напомню, 5 марта активисты правого сектора ворвались в казино на углу Дерибасовской и Екатерининской. В результате стычки с охраной пострадало трое активистов. В тот же день милиция и горное заведение закрыло. Нижнеднестровский национальный природный парк на грани уничтожения. Экологи бьют тревогу. Днестровскую воду, которую пьет вся Одесса, загрязняют канализационными стоками. На берег реки сбрасывают строительный мусор, а грунт вывозят. Еще одна проблема – массовая застройка территории. Дома незаконно возводят прямо у кромки воды и ограждают территорию забором. Кроме того, в природном парке орудуют браконьеры, которые отстреливают редкие виды птиц, животных и вылавливают рыбу. Чиновники и прокуратура на обращение экологов не реагируют. Тем временем активисты готовы защищать национальный парк своими силами и намерены выходить на акции протест. Территория заповедная, там должны жить вот такие птицы. Но, несмотря на это, под прикрытием белгороднестровских властей, районного совета, районной администрации, земельных управлений, под прикрытием областных структур, под прикрытием прокуратуры, в том числе и генеральной прокуратуры, мы туда не раз писали, идет вот такое варварское уничтожение этой территории. В Одессе подорожает вывоз мусора. Теперь для горожан услуга обойдется в 138 гривен в год или 11,5 гривен в месяц. Это почти в два раза выше, чем сейчас. Еще больше заплатят жители частного сектора. В месяц около 19 гривен. Новые тарифы уже утвердили на общественных слушаниях, где собрались в том числе представители мусоровывозящих компаний и ЖКСов. По словам чиновников, стоимость вывоза бытовых отходов не пересматривалась с 2009 года. За это время цены на топливо подорожали в четыре раза. Теперь новые тарифы рассмотрят на заседании исполкома гурсовета, который намечен на 28 мая. Руководство Одесской таможни отстранили от работы. Об этом заявил замглавы государственной фискальной службы Константин Ликарчук. По его словам, начальника регионального ведомства Владимира Передирия уволили с должности из-за неудовлетворительной работы. В настоящее время идут поиски кандидата на вакантное место. В то же время в пресс-службе областного управления фискальной службы отметили, что Передирий только исполнял обязанности главы Одесской таможни до 15 мая и сейчас занимает пост заместителю начальника. 28 мая в Украине отмечают День пограничника. В преддверии праздника многие защитники государственной границы получили медали, денежные вознаграждения и новые звания. Уже второй год бойцы служат фактически в условиях войны. Многие побывали в зоне АТО. Как поздравляли одесских пограничников, видел Дмитрий Долматов. За высокий профессионализм, мужество и отвагу. Около трехсот одесских пограничников получают награды. Многие за службу в зоне боевых действий. Николай Королюк вместе с группой оборонял Новоазовск. Бойцы попали в засаду. Почти месяц мужчина был в плену. Домой вернулся с ранением глаз. Были неравные силы. Мы наткнулись на броню. Было много брони, много личного состава вооруженного. Как и вооруженных, которые называли себя ополченцами. И, я так понимаю, русских офицеров и солдат, которые, наверное, там организовали, держали все по контролю. Вместе с Николаем в зоне АТО служили еще полторы тысячи бойцов Южного регионального управления погранслужбы. 12 героически погибли. Память товарищей почтили минутой молчания. За последние два года в напряженных условиях качество работы пограничной службы улучшилось, говорят бойцы. Вместе с тем появились и новые задачи. Много нового вооружения поступило на службу. Задачи, которые она начала решать, совершенно другие появились. То, что ребята наши делают. Фактически они на двух фронтах, они на границе, там, где спокойно. Но, к сожалению, вынуждены в более усиленном режиме нести службу. И очень много, и очень-очень много наших ребят сейчас непосредственно на линии соприкосновения. Многим много чего довелось пережить в этой жизни. Для эффективной охраны кордона погранслужба отрабатывает взаимодействие с милицией, нацгвардией, подразделениями Минобороны и военно-морских сил. Защитники границы надеются, в следующем году смогут отметить профессиональный праздник уже в условиях мира. Дмитрий Долматов, Алексей Пережилин, Первый городской. 29 мая для 84 тысяч одесских школьников прозвенит последний звонок. В этот день сотрудники милиции перейдут на усиленный режим несения службы. Обеспечивать правопорядок во время праздников в учебных завезениях будут сотрудники патрульно-постовой службы и ГАИ. Также милиционеры намерены сопровождать старшеклассников и во время выпускных вечеров. Они состоятся 30 и 31 мая. На территории школы также будет находиться сотрудник милиции и контролироваться. Особый контроль, что касаемо школ, которые находятся возле магистральных улиц, это то, что касаемо службы госэтоинспекции. Также абсолютно все школы под контролем, правоохранители и патрульные службы, в том числе и участковые. То есть вся милиция задействована на то, чтобы обеспечить порядок. Детей в летних лагерях будут кормить и учить иностранным языкам. В этом году их откроют почти во всех школах города. Ожидается, что лагеря дневного пребывания примут около 40 тысяч маленьких одесситов. Для них будет организовано трехразовое питание стоимостью 26 гривен в день. Об этом сообщили в городском департаменте образования и науки. Бесплатно в лагерях будут находиться одаренные дети, льготники и переселенцы из зоны АТО и Крыма. Отмечу, в некоторых пришкольных лагерях откроют курсы с углубленным изучением иностранных языков. Из местного бюджета запланировано выделить около 3 миллионов гривен на оздоровление тех детей, которые относятся к льготным категориям. На базе общеобразовательных школ у нас начинают функционировать со 2 по 19 июня 122 пришкольных лагеря с дневным пребыванием. Во всех пришкольных лагерях будет организовано двух-трехразовое питание детей. В курортный сезон в Одессу приедут в основном украинцы. Люди, которые раньше ездили на отдых в Крым, теперь выбирают в качестве летнего курорта наш город. Преимущественно речь идет о семейном туризме. Едут с детьми, живут у родственников или на съемных квартирах. Из-за кризиса украинцам приходится экономить на отдыхе. Денег на заграничные путевки многим не хватает. Европейцев в этом году в Одессе ожидают немного. Они просто боятся к нам ехать из-за войны и угрозы терактов. А на россиян и белорусов рассчитывать и вовсе не приходится. Однако туристическая отрасль уже перестроилась под внутренний рынок. Мы не будем видеть российского туриста абсолютно. Хотя за последние два дня у меня было несколько россиян, очень разумные люди, настроенные на то, чтобы приезжать сюда, понимать, что происходит, действительно понимать, что происходит в Украине. Основной турист на сегодня у нас, конечно, украинец. У нас в основном приезжают люди, появились, скажем так, люди из тех областей, которые к нам не ехали фактически никогда. Стеклянное чудо! На подпорной стене пляжа Лонжерон появится двухметровая мозаика. Украшение из разноцветного стекла будет состоять из двух тысяч фрагментов. Новую достопримечательность покажут уже 30 мая в рамках стрит-арт-фестиваля. Одесские мастера почти закончили работу над проектом. Потрудилась над созданием мозаики и наша съемочная группа. Обтачивала и выкладывала стеклышки Екатерина Ловицкая. Мастера работают по заранее подготовленному эскизу. Но тут остается место для творчества, ведь необходимо подобрать из сотен разных оттенков стекла тот необходимый. О стекле здесь говорят как о чем-то одушевленном. Эти женщины мастерски превращают хрупкие разноцветные листы в произведения искусства. Некоторые детали обрабатывают в специальной печи при температуре 800 градусов. В нашей печи мы спекаем вот такие интересные штуки, которые пойдут на нашу мозаику. Не каждое стекло подходит для спекания. Мы выбираем специальные стекла для фьюдинга. У стекла бывает температурный шок, его раньше доставать нельзя, он уже выстоится. Стекло очень переживает, когда его достаешь раньше времени из печки. Оно должно отдохнуть. Такие фрагменты мозаики получаются рельефными, а еще на них не видны стыки. Стекла для гладких частей изображения тоже обрабатывают. В процессе работы над панно каждую подобранную деталь необходимо тщательно обработать, иначе острое стекло может порезать руки мастера. Благодаря алмазному напылению края изделия получаются идеально гладкими, и теперь можно смело продолжать работу. Совсем скоро все стеклышки займут свои места. Панно специально разбивают на фрагменты. Так проще будет приклеить их на стену. Заканчиваем стеклянное мозаичное панно, которое будет размером полтора на полтора и состоять почти из двух тысяч стеклышек. Будем монтировать во время фестиваля его на стенку на пляже Лонжерон, и хотим сделать такой подарок одесситам и гостям Одессы. Уже 30 мая на стрит-арт-фестивале фрагменты смонтируют на подпорной стене пляжа Лонжерон. Кроме того, горожан ожидают еще очень много подарков и развлечений. Огромное количество людей подключено со всего города. Интерес и уважение вызывает то, что в Одессе много-много-много социально активных людей, начиная от простых студентов и заканчивая владельцами крупных бизнесов. Чтобы любой ребенок, любой взрослый человек мог прийти украсить город, украсить подпорные стены пляжа и этим стать сопричастным к украшению города. Организаторы планируют за несколько дней до начала фестиваля разместить на стенах контуры будущего рисунка. Это нужно для создания единой художественной концепции. Горожанам останется его разукрасить. Для одесситов и для гостей города эта возможность будет абсолютно бесплатной. Каждый одессит, каждый гость города сможет прийти на пляж Лонжерон-Отрада, получить краску, кисточку и принять участие в том, что будет там происходить, а именно в украшении подпорных стен, в создании песочных скульптур. Фестиваль будет проходить на побережье от Лонжерона до Отрады. Три дня. 30, 31 мая и 1 июня. Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, Первый городской. Вот на этом сегодня мы и ставим точку. Вы смотрели «Время Одессы» на Первом городском. Один от InUA. Таков наш сайт в интернете, впрочем, он на экране. Спасибо, что с нами и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин